Пожидание и чудо Я не знаю кто ты, как тебя зовут О чем ты будешь засыпая Вечерами мечтать улыбаясь Я не говорил об этом никому Мне казалось хорошо быть одному А теперь я каюсь Был наивен глуп Мечтал пополнить клуб 27, но уже дожил до тридцатки За тебя судьбу теперь благодарю А я думал, может просто недостаточно талант Девять месяцев под сердцем Всю жизнь в сердце Не столько хочется сказать, не сказать в песне Это чувство не сравнить ни с чем, если честно Когда мир настолько мал, что тебе в нем тесно Я до утра молюсь, не смыкая веки Просто будь, пожалуйста, будь хорошим человеком Заклиная тебя, это сложно в нашем веке Чтобы не случилось в жизни, оставайся человеком Я понял, в моей жизни поменялось что-то, когда создал в своем телефоне альбом, состоящий из ее фото И не подумайте, что это не по-мужски или глупый принцип Просто правда странно, когда это делает мужчина за тридцать Я считал такие вещи для себя непростительными И не то чтобы черствую, но романтик во мне давно уже спит теперь За словом в карман не лезу, но я не подберу лучше эпитет Чем просто скажу, что начинает таять при ее виде Я буду рядом столько, сколько нам позволит Бог И буду биться за твое счастье до последнего И если что-то не успел или не смог То пусть эти строки станут маленьким наследием Я до утра молюсь, не смыкая веки Просто будь, пожалуйста, будь хорошим человеком Заклинаю тебя, это сложно в нашем веке Чтобы не случилось в жизни, оставайся человеком Итак, приветствую, друзья Я всем огромнейший привет, и ты скажешь Макс, ну что за утренние сопли? Блин, ну ребят Ну попросили поставить эту песенку Ну а что, почему нет? У меня же можно заказать мелодию Знаете, можно заказать Стол заказов от русского радио Ну вот так вот Поэтому, ну а почему нет? Нет-нет, так да-да Вот едет на лекцию, по барабану, что-то машет ему И он вообще офигел Говорит, нифига себе Говорит, ты что, на Мерседасе что-то ездишь? Ты должен уступить дорогу, а ты еще, падла, что-то машешь Говорит, этот удивился, говорит Нифига себе, говорит Сказал я себе Говорит, это еморист, говорит Шучу, все Да нет, не шучу, нормально все Ну что, ребят, сегодня 2 марта А 8 марта все близко, близко Уже короче нынче день Да-да-да А сегодня 2 марта Скоро будет А я, знаете, чтобы никому подарки не дарить Чтобы просто отмазаться Хотя нет, я набрал этого Этого барахла У какого-то, у Жени Дубровского Или как там называется Думаю, вдруг я выиграю мини-купер Но я никогда в жизни ничего не выигрывал Я отвечаю Ничего в жизни никогда не выигрывал Никогда в жизни Я как бы Ты же выиграл первое место Ну я не выигрывал Я за него бился Я за него бился и занимал первое место Там, ты же там был Как бы у тебя выигрывал 7 машин Я их не выигрывал Чтобы эти 7 машин Получается мне дали Я должен был продавать больше всех Понимаете Вот тебе там выиграл машину В элитном случае Я не выиграл Я в компанию занес 100 миллионов 100 миллионов валов занес И мне дали машину за 2 миллиона Понимаете 100 миллионов я принес в компанию Поэтому А это прям хочется просто Купил Эти наборы Женские Да, вот я купил Должны, кстати Сегодня ко мне прийти По Валберест Должны еще не прийти Я им серьезно говорю И вот Попробовать участвовать Я взял этих 13 наборов Подарю там сестре Там еще там маме Там жене Там Тещи Там не знаю Там всем своим любовницам Подарю Ну в общем Как всегда Все нормально будет И глядишь Может выиграет Для своей жены Мини Купер Правильно же Там 3 мини Купера Я конечно Во всю эту херню не верю Но знаете Я же не тот Еврей с анекдотом Да Боженька пожалуйста Сделай так Чтобы у меня там Хоть раз в жизни Я выиграл Лотерейный билет Боженька пожалуйста Ну сделай так Чтобы я хоть раз в жизни Выиграл Лотерейный билет Да Там ангел смолит Бог говорит Ну тебе что жалко Что ты посмотрите Человек убивается Молится Просит Ну ты что Тебе что Ну пускай 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 выиграет Ну что Боженька Я не против Чтобы он выиграл Ну пускай Для начала Хотя бы билетик купит Понимаешь Здесь то же самое Я обычно говорю Вот я никогда в жизни Ничего не выиграл А здесь Хотя бы билетик Вот билетик я купил Купил билетиков На 50 тысяч рублей Посмотрим Что из этого получится Но если я выиграю Мини Купер Я обязательно вам скажу Так чисто поржать Понимаете А то знаете Даже я среди подписчиков Всегда своих делаю Какие-то там делаю конкурсы Какие-то там делаю Не знаю Какие-то там делаю Всегда Не знаю Эти моменты красивые Да там Постоянно там что-то разыгрываю Там детским домам помогаю Это там Это всем помогаю А мне не раз в жизни Никто ничего не помог Понимаете Обидно же Потому что тебе Никто в жизни Никто не помог А теперь думаю Попробуем Постараемся Вот как бы так Ладно Давайте мы потихонечку С вами Кстати песня называлась Чудо Бахти Бахти Туркин Какой-то Пел И еще Какой-то там Уважаю У Бахти Это вообще Все песни Такие-то Они такие-то Все такие Знаете Такие Все такие Душевные Слезодачивые И так далее О Это тротуар Он на тротуаре Припаркован Знаете Да Это прикол Короче По поводу Этого микрорайона Микрорайона Заречной Специально Что здесь Сегодня здесь Поехать Микрорайон Заречной Ничего делать Не будут В общем Как видите Старый фон Был Поэтому Может не пережать Так он и останется Короче Заречном районе Как были Эти наркоманы Так они и останутся Я говорю Я уже хотел Помахнуть квартиру Не глядя Вот переехать сюда Вот где Сочи Горгаз Здесь домик один есть Ну Надя Сказала Нет Спасибо Максим Говорит Мы здесь С мамой Пока я маму Ждала Говорит Я просто Офигела Говорит Офигела Я не пыкела Офигела Говорит Просто Какие Даже собаками Страшно гулять Говорит Одни Конченые наркоманы И падлы Вот так вот Бывает что такое Бывает Ладно Давайте пробежимся По новостному Порноблоку Итак Итак За бортом Плюс 8 градусов Кстати В крупных городах России Намеревается Дефицит Добработница Ну а че А почему нет Добработница Это очень тяжело Поэтому Если когда-нибудь У меня будут Маленькие дети Да Маленькие дети Я уже знаю Инструмент Как будет Хорошо И прекрасно И замечательно Чтобы Не знаю Чтобы никто И не страдал Понимаете Вот так вот Я знаю Ну в общем Как бы так Добработница На пряк Краснодарский край Впервые Обогнал Москву По спросу У нас жилье Знаете Как у нас Оксимирон пел Я обогнал Бугатти На самокате И вот здесь То же самое И как бы Знаете почему Потому что Потому что Краснодарский край В том числе И Сочи Там ну реально Много было продано Первички И первичка Мы находимся На втором месте А по вторичному Жилью на первом месте Весь Краснодарский край Но большую лепту Конечно Внес туда В том числе и Сочи Какие изменения Проявляются В законах с недвижимостью В марте 2004 года Да Там никакие Особо там Я посмотрел Такое Больше это Там Спотеку будет тяжело Получить Потом там Плюс управляющие компании Там дают Больше Больше всего Ну и короче Такое Не очень В 2023 году Году Ипотечные кредиты В Краснодарском крае Создали новый рекорд Ну короче Дофига кредитов взяли А теперь вот Некоторые Кто не могут Эти кредиты давать Уже не знают Что с этим делать Вот так будет В Сочи Открыли обновленный сквер ПТ-САУ Ну есть САУ Танки Это был Один из моих Любимых танков Потому что Особенно на Шестом уровне Он раньше был Он реально На шестом уровне Наверное Был Самый Самый Нагибучий Самый Нагибучий Альфой Он там Как Даст Там Блин Мало не покажется Может был Против него И против семерок Против восьмерок Воевать Понимаете Ну вот Как бы так Значит так Значит так Лучший Продукт 2024 года В Сочи Это Сочинский чай Я знаете Как бы Я патриот Сочи Вот серьезно Мне нравится Сочи Мне нравится Все что в Сочи Творится Все классно Все блин Мне нравятся Дороги Все нравится Но сказать Что сочинский чай Вкусный Я не могу Потому что Я получается Буду вам врать Я и сочинский чай Хоть только я не пробовал И краснополянский чай И так далее Ну для меня Это шляпа Какая-то все равно То ли я в чая Не разбираюсь Ну не то все равно Не то Не то Ребят Понимаете Не то Мне нравится Больше всего чай Который продается Который гринзил Или как он называется Ну такой Еще бывают Такие подарочные наборы Где целая куча Вкусов и так далее Мне такой чай нравится А вот этот чай Мне нифига не нравится Я вам серьезно говорю Поэтому Ну не знаю Ну чай Если все равно Все считают Что лучше Опять же Да чай Нашли чем сравнить Ну в Сочи Только и чай Ну можно сказать В Сочи чай лучше в России Ну конечно чай лучше в России Ну а как еще Конечно в Сочи будет чай лучше в России Потому что только в Сочи Есть чай Который растет Понимаете Горячо и весело Куда отправятся россияне На 8 марта 8 марта Близко-близко Вырастай моя Блин ладно Короче Редиска Ладно Куда Вот я тоже посмотрел Думаю Куда Да Короче первое место Занимает Египет Почему Ну скажите Ну почему первое место Занимает Египет Ну ребят Почему Правильно говоришь Мальчишка Потому что он Самый дешевый Да 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 Он самый дешевый Там можно летать Лететь В какой-нибудь Конченный отель За 200 За 220 тысяч рублей Без проблем Вот например Если мы возьмем с вами То что мне предлагала Моя госпожа Которая постоянно Меня отправляет Черт знает куда Вот например Берем с вами Египет Да Вот она мне предлагала На второе вот улететь 0.3 Например вот смотрите Риксос Шарм Эль Шекин Алдильбульбиск Ультра Все включено Супериум Номер Да Супериум Супериум Два взрослых 248 тысяч Рублей Дальше 0.6 Да 0.3 Отправляли В Санрайз Гранд Селект Кристал Бэй Ебэй 219 тысяч Ультра Все включено По-египетски И соответственно Также предлагали Еще один отель Санрайз Мираки Конченые сраки Резорт Шарк Шекин Альбульск Льда Обэльта 262 тысячи И это на все На секундочку На 6 дней Как бы и вылетит Со второго А если мы например Берем тот же самый Например вот Те же самые Арабские Эмираты А Арабские Эмираты У нас заняли второе место Арабские Эмираты У нас немножко по-другому Да Арабские Эмираты Более-менее что-то хорошее Вот например Вот я лечу 400 тысяч рублей 400 тысяч рублей Ну оказывается Я какой-то номер взял Такой вот Ну блатной Знаете бывает Что такое Какой-то блатной номер взял Сейчас я даже скажу Что там будет Ну Как бы Ну Дубай может полететь за 300 Но в любом случае В Дубае Примерно на 25 На 30 процентов Дороже чем Ну вот как бы Этот Гегипет Ну а на третьем месте Таиланд Таиланд еще подороже Потому что Таиланд Помощься летит Таиланд Да-да-да Я лечу Обредена Равские Эмираты А помощься летит Таиланд И Она тоже улетает Прям буквально На следующий день Да Только она улетает На 10 дней А я улетаю На 6 дней Ну и соответственно Если мы берем с вами Тот же самый Таиланд Конечно он еще подороже стоит Но она едет дикарями Ну вот так бы так Теперь что касается У нас получается Тот самый отель Где у нас номер Какой-то супер какой-то Привилегии По клубной гостиной Коралл лаунж И так далее Короче находится у нас Персональный ресторан На двоточном этаже С панорамным видом На Персидский залив Доступен для гостей Проживающих В клубных номерах Сюютах Вот он будет Завтрак подается Ежедневно В 6 30 до 7 утра В постель Соответственно Можно помимо всего Заказать На завтрак Яйцо Пашота С красной икрой Представляете Яйцо Ашота С красным Ну я говорю Ты что Ну нормально же все было Ну зачем Пускай человек живет Ну а что Да бывает Нарушает Да бывает Берет И там Не знаю Может подрезать Кого-нибудь Да бывает Сказать Я твою маму Кстати Мне сейчас сканировали Прикольный видеоролик Вот огромное Спасибо Подписчику Огромное спасибо Я обычно Все что вы мне Скидываете в видео Я обычно Все это Мягко говоря Ну Как вам сказать Я это мягко говоря Всегда Ну не смотрю все А вчера раз Пока монтировал видео И посмотрел Называется Суд в Абхазии Вот Посмотрите Ребята пожалуйста Загуглите И посмотрите Видеоролик Называется Суд в Абхазии Ну реально Ржачно Я думаю Только у них На улицах Такое Я твою маму А там Оказывается Он берет Судье Говорит Начали Там В зале Суда Драться Это Мат Перемат Вот этот Просто Бардак Конченный И ты Потом Говоришь Блин Ты живешь Все таки в России В России Такого бардака Нет Ну серьезно Нет Вот Мне прислал Кто-то Из подписчиков Вам огромный Респект И уважение Я вчера Так на ночь Глядя Повеселился Честное слово Суд в Абхазии Ну наберите Просто В ютубе Суд в Абхазии Вы просто Оборжетесь Ну сразу говорю Если у вас Маленькие детишки С маленькими детишками Лучше не смотреть А то Маленькие детишки Превосятся в маленьких Кочарышек Ну в общем Короче Еду я В отель Обязательно Вам все расскажу И покажу Что там такого Интересного У нас получилось Но факт Остается фактом Как бы Если брать Болемень Нормальные отели Если сравнить Например То же самое Например Арабские Эмираты И Египет В Египете Получается дешевле Поэтому конечно же Египет и вырывается Плюс опять же Денег в Египет Надо меньше Чем например В Арабские Эмираты Потому что В Арабские Эмираты Можно в принципе Ничего не брать Кроме денег Потому что В Египет Ты прилетел Там футболки Чмошные Полотенца Чмошные Там все чмошные Вот последний раз Когда мы летали В Египет Мы даже ничего Не привезли Ни сувенир Ничего Потому что там все чмошное А вот например Когда ты летишь В Арабские Эмираты Ты понимаешь Прекрасно Что ты 400 тысяч Отдал за перелет За проживание И там подобное И еще наверное Тысяч 400 наверное Ну минимум 400 Идет еще на На то Чтобы там Не знаю Купить вещи И так далее Потому что В Арабских Эмиратах По отличия от Египта Там есть что покупать В Арабских Эмиратах В отличии от Египта Там действительно Как бы есть хорошие Качественные вещи И тому подобное Понимаете Чего мы не можем сказать Про конченный Египет Но Все равно Египет Это хороший вариант Это дешево И сердито Нормально И поэтому На 8 марта Туда тоже в том числе летят Поэтому у нас И получается Люди выбирают Не то что лучше А то что дешевле Правильно Поэтому и лидер Является Египет Египет Арабские Эмираты И Таиланд Вот я Я получается В Египет нет Таиланд Я скажу честно Почему я не полетел в Таиланд Меня напрягает Лететь в Таиланд Вот эти 10 часов Из Сочи Я сторонник того Что там 3 часа Перелеты И все Я из-за этого Только в Таиланд Не хотел Вот если бы в Таиланд Был бы у нас прямой перелет Там и не больше Чем 5 часов Например Из Сочи в Таиланд Я бы полетел в Таиланд Без разницы Сколько там денег стоит И так далее Пускай даже 500 Стоит тысяч 600 тысяч Я полетел бы в Таиланд Но как представлю Как у меня там Помощница летит С перевалом В Арабских Эмиратах В Арабских Эмиратах Пересадка Не хочу Не хочу А я не хочу Не хочу по залету А я по любви По любви хочу Вот я не хочу Вот так вот лететь Я вам серьезно говорю Ладно Кстати В этом у нас Туры подорожали По сравнению с прошлым годом Все подорожало А вы все возмущаетесь Что там квартиры Или дома становятся дороже Кстати Я вчера для вас Снял такой классный дом Кто подписан на меня В социальной сети Запрещенной В Российской Федерации То уже видел Дом Огонь Я такие дома Никак в жизни не видел Сразу скажу 5,5 соток земли Точнее 6 соток земли Дом в стиле шале А самая изюминка Это беседка Которая закрывается Где просто шикарная Сделана Зона Ребят Там просто Обалдеть Просто можно Я сейчас туда приезжал С клиентом Я просто посмотрел Хотел делать тоже Фото дня второго Потому что вчера тоже Очень много чего Я показал Просто мы вчера Такой же тур делали По домам Только по Адлеру Кто еще не смотрел Называется Фото дня И обычные будни риэлтора Я там показал Как проходит мой день Даже по минутам расписал Чтобы вы понимали Чем занимается риэлтор В городе Сочи И вчера был такой же день Аналогичный Только был по Адлеру Ну связан с Адлером Не знаю Не стал его записывать Думаю вам же не интересно Думаю нифига Да И тоже мы смотрели дома Дома был Четкий Ориентир До 30 миллионов Раз это Адлер И до 30 миллионов Я сейчас показал Шесть хороших домов Шесть Шесть домов Притом нужен был Четкий ориентир Что должно быть Не меньше чем Пять соток земли Понимаете И эти параметры выдержали И еще Были такие параметры Чтобы был вид И на море И на горы И эти параметры выдержали Понимаете Вот в общем Как бы так Я вчера прям делал Но Я посмотрел Вам не интересно Вот эти Как бы То чем я занимаюсь За день Да Там не так много просмотров Поэтому не стал снимать Но я думаю Многие кто Если бы искал бы себе дом В пределах Там до 30 миллионов рублей Чтобы принципиально был вид Принципиально было качество Вы бы вчера бы кайфанули бы Если бы я вчерашнее видео Ну как бы сделал бы Фото вчерашнего дня Точнее видео вчерашнего дня Вот как бы так Ладно Почти две трети Внутреннего рынка Занимает Отечественная устрица Блин Ребят Я не знаю Как вы это Шляпой едите Я не люблю Нифига себе Да Да Макс Ну что Второе марта У вас там Блин У вас там Цветы растут Да Ребят Это же Сочи Это Сочи детка Знаете Какой самый нелюбимый Был месяц Когда я жил В городе Орске Знаете Как самый нелюбимый Март Все правильно Почему март Был нелюбимый Потому что В марте месяце Это была слякоть Когда там Начинало все таять Дороги Выбойные 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 Такие Выбойные Такие Потом Это получается Постоянно это Блин Это просто Жесть было Это был трэш Вот если бы не Март 2016 года Хрен бы я переехал бы В прекрасный город Сочи А там беру Там пробиваю Одно колесо Пробиваю второе колесо Пробиваю третье колесо И это все за март месяц Застреваю В марте месяце Где-то во дворе Там Блин У меня там Папа Приехал Там с лопатами Откопали Там одно Другое Разбитые дороги Там пробитая Подвеска Я помню Там в марте месяце На подвеску На ремонт Там потратил На фольксваген Тауран Там около Шестидесяти тысяч На резину тоже потратил И получается Поэтому С всех этих затрат Я ехал в Сочи С голой С лакой Но Благодаря тому Что Вся Россия В таких дорогах И в такой погоде Благодаря этому Я оказался в Сочи Ни капельки не жалею Поэтому Все что не делается Делается Все к лучшему В Сочи В Сочи Стартовали Всероссийские соревнования По прыжкам на батуте Понятно? Понятно Но есть нюанс Какой нюанс? Какой? В попу злодом Какой нюанс? Короче Нельзя Нельзя На батуте Участвовать Девушкам С именем Надя Я вам серьезно говорю Ну Вопрос Почему? А помните Да? Помните Утомленную солнцем Помните Как вот Галусян Переодит девочку Да? Какой он взял И прыгал И все И потерялся В Сочи И помните Там Рева Как тебе зовут? Адя Бадя Да? Гадя Да Гадя Хреново Петрович Поэтому все боятся Что это могут По столице Поэтому На батуте Соревнования проходят Но с именем Надя Гадя Гадя Хреново Петрович Ну нельзя Понимаете? Поэтому Как бы Если вдруг Вы планируете Зачать ребенка Вы планируете Родить ребенка И это ребенок Будет Девочка Да? И вы понимаете Что ваша девочка Будет Ходить на батуте Будет там прыгать на батуте И учесть в соревнованиях И вполне возможно Придеть даже в Сочи Ну маленький совет Маленький совет Лучше конечно же Ну назовите другим именем Хотя у меня Ваш жену Зовут Надя Но Надя Она у меня на батуте Не прыгает Поэтому она не потеряется А если ваш ребенок Будет прыгать То обязательно потеряется Не верите? Пересмотрите Утомленное солнце Там серьезно Гадя Хреново Петрович Ладно Тропа здоровья В микрорайоне Мацеста Должна открыться К началу курортного сезона Это же классная новость Это офигенная новость Да? Кто-то скажет Зак хорошо Кстати Вот этот Я когда монтировал видео Тоже можете посмотреть Да Кстати Я сейчас 6 часов Помимо всего Монтировал видео Я сейчас одного Пришел в 11 часов вечера В 11 часов вечера поел Сегодня на 300 грамм Больше вешу Потому что Сейчас поздно Поел И знаете что? Я очень долго Монтировал видео Мне очень тяжело Далось Прям реально Еще нужно было Делать так Чтобы нам еще И не заблокировали Ту же самую Не знаю там Не заблокировали мне Всякие разные Там из-за авторских прав Там песни и так далее Подбирал эти песни Которых там уже Непонятно где И все Короче Перед тем Как посмотреть Городный курорт Роза Хутор Который я снимал Так По-братски Сначала лайк прожимайте Жирнейшая Потом смотрите Ну реально Этот видеоролик Мне может Было проще Записать на камеру На GoPro Там тоже Я так показал И просто Все И забить Но я там Семь заморочился Из камер 360 и так далее Помимо всего Я еще там Вставил первую часть С камер 360 Ко мы ехали по городу Я показывал Ту самую красоту Эти горы Мы подняли С вами на высоту 1100 метров До цирка Доехали В общем Короче Ребят Вы посмотрите И еще второй Видеоролик Я сделал Это уже где мы там Как всегда В машине едем Там все Смотрим Красоту Вы можете увидеть Там ту самую Тропу Которая так называемая Тропа здоровья Либо просто Та самая Пешеходная аллея Которую открыли Она действительно Крутая Классная Я может быть Сегодня заберу Свою жену И мы пойдем По ней прогуляемся И для вас Заснимем Поэтому ребят Если не трудно Да я обычно Не прошу ничего Но здесь Мне реально будет Обидно Если я столько Монтировал Это видео Столько монтировал И еще Блин Там Поехал Ради вас Потому что Мне это Катание на лыжах На хрен не нужно было Чтобы показать Там ту самую красоту Выбрал Самый солнечный день Действительно Как бы По мне Так лучше ехать Когда все плохо Там сцепление Лыж Лучше Просто Сажимаете сначала Жирнейший лайк А потом берете Просто и начинаете смотреть Я думаю Вы останетесь довольны С 1 марта В России Запрещено Рекламировать ВПН сервисы Вот это да А что так Запрещено Запрещено Так запрещено Да ладно Не будем В это раз рекламировать А то мы же каждое утро Рекламируем ВПН сервисы Правильно Каждое утро Рекламируем А теперь-то Нельзя А теперь-то Нельзя В Сочи Водитель Три раза Переехал Кота А потом Спокойно Ушел Домой Оставив Животное Умирать Ой Если бы Вы там Прочитали бы Комментарии Там 352 Комментария От бабушек Те конечно Бабушки Чего только Не наговорили В Сочи Спасатели Тушили Горящую Лесную Подстилу Такое тоже бывает Ну что Март месяц Уже весна Кто-то Соседи Творский Думал Блин Тушили Как Еще же Снег Ну Ворский Снег Еще А в Сочи Снега Нет Вот Как бы Так Поэтому Как бы Да Мы живем Другой Параллельной Реальности Скандал На борту В самолете Летейшим Рейсом Авиакомпании Победа Сочи Саратов Прошел конфликт Стюардесса Вежливо Попросила Занять Своем Место Пассажирку Как бы На что Получила Ответ В грубой Форме Она говорит Уважаемая Девушка Примите Пожалуйста Свою По согласному Посадочному Билету Говорит В жопу Пошла Слышишь Говорит Ты что Ксом разговариваешь Говорит Все Говорит Все Ты Говорит Обслуживающий Ну Как бы Женщина Я же мать Ты Говорит Обслуживающий Персонал У меня Там Ребенок Сидит Короче Давайте Так У нас В победе Меняется Место Заплаты Да Пошла Ты В жопу Ты Че Ты Разлучаешь С ребенком И пошла Поехала Конечно Здесь Я почитал Комментарии Здесь Как бы Правда Как бы Где-то Посередине Кто-то У нас За стюардессом Что молодец Культурно Общалась И все Даже Не втащила Ни с ноги Ни с руки Кто-то Там За Ту же Самую Маму Как Так Ребенка Отделили От мамы Ну Потому Что Знаете Когда Вы Берете И Не знаю Там Когда Вы Берете И Покупаете Билеты Например Да Там Конечно Бывает Такое Да Еще Особенно Те же Самые Турки Придурки И египтяне Такие же Они Любят Вас Расследить По Разным Местам Такая Всегда Там Типа Выбор Места И все Вот Проблема Знаете В чем Вот Я Например В победе Летаю Когда Я Всегда Просто Доплачиваю Там Полторы Тысяч Рублей За Комфортные Места Либо Беру Первый Ряд Либо Беру Пожарный Выход И Вот Таких Ситуаций Никогда Не Бывает Понимаете Вот Таких Не Бывает Ситуации А По Поводу Того Что Пересаживаются Да Там Бегают По Самолете Ну Ребят Ну Вы же Взрослые У меня Люди Вы же Не Дебилы Вот Смотрите Самолет Полупустой Понимаете Самолет Полупустой И Например Там Если Каждый Начнет Пересаживаться Ну Вы понимаете Нарушается Баланс Например Даже Мы Последний раз С Египта Летели И К нам Подошли Например Мы Должим Лестеть На 19 Месте А нам Раз И Дали Третье Место Почему Потому Что Смотрели По Рассадке Потому Чтобы Самолет Был Полупустой Чтобы Был Баланс Понимаете И Поэтому Когда Говорят Вот Вы Там То А я же Матери Которая Которая Про Ребенку Она Что Не Видела Что Ли Когда Билеты Дают Что Ребенок В одном Месте А Там В Другом Месте Но Взяла Сказала Давайте Мы Возьмем Места Чтобы Были Вместе И Там Подобные Хотя Я думаю Что Это Вранье Мне Кажется Она Мало Что Ребенка Посадила И Так Далее Потому Что Обычно Детей От Матерей Но Я Еще Ни Разу Не Видел Чтобы Взяли И Сажали На Разные Места Но Я Ни Раз Такого Не Видел Напишите В Комментариях Если У вас Был Такой Инцидент Что Вас Сажали За Разные Места Я С вами Прощаюсь Вам Всегда Хорошего Устроения Такого Же Голубого Неба Как Мы Сейчас Проехали Побольше Позитива Вам Всем Добра И Пока И Через Часочек Будут У нас Те Самые Лыжи Я Уже На Канал Загрузил Всем Добра И Пока